New York Times газета написала, что Россия собрала группировку из 50 тысяч военнослужащих для наступления в Курской области. Согласно анализу американских экспертов и генералов, Россия сумела собрать эту группировку, не выводя основные свои силы с фронта на востоке Украины. И это, с точки зрения американцев, позволит российскому командованию вести наступление сразу на нескольких направлениях, имеется в виду и в Курской области, и на Донбассе, и может быть в Запорожской области тоже. Ну и наступление российского, как нам сообщают уже оттуда с мест в Курской области с участием северокорейских солдат, которые тоже там участвуют, там 12 тысяч северокорейцев, оно уже началось. И вот даже из первых итогов этого контрнаступления российского в Курской области, по данным издания Билит, эта операция российская стала, обернулась просто настоящей катастрофой для наступающих. Российские вооруженные силы уже третий день проводят крупномасштабную контрнаступательную операцию в Курской области, пытаясь вытеснить украинские войска. Однако, это наступление обернулось катастрофой. Об этом сообщает журналист Билит, издание Билит, Юлиан Рёбке. По его данным, в СРФ столкнулись с огромными потерями, и отбить у них получилось всего лишь два маленьких села, Погребки и Дарьино. В результате Россия потеряла десятки единиц бронетехники и сотни солдат убитыми и раненными. Это с точки зрения Рёбки, как он пишет. Кстати, его обвиняли часто в том, что он такой чуть ли не пророссийский наблюдатель, что он там транслирует какие-то чуть ли не российские нарративы. Но нет, он достаточно, на мой взгляд, достаточно адекватный и нейтрально настроенный, скажем так, журналист. И в данном случае он пишет, что в Курской области случилась катастрофа для Владимира Путина и его генералов. То есть, они как-то пошли в атаку, неподготовлены, видимо, быстрее-быстрее. Все хотят закончить до инаугурации Трампа эту операцию по выдавливанию украинцев из Курской области. И вот у них получилась просто катастрофа. Неподготовленными пошли и все, потеряли огромное количество людей. Ну и на мой взгляд, конечно, надо понимать, что ситуация эта будет продолжаться. То есть, все они будут идти вперед в атаку, не считаясь ни с какими потерями в Курской области. И поэтому украинскому командованию, конечно, нужно поддержать украинских солдат там. И вот, как я сказал, следующий сбор у нас будет уже на дроны для украинских солдат в Курской области. Там им очень нужны сейчас, наша помощь очень нужна. Пока прям собираем на Кураховское направление, на дроны. Если у вас есть возможность, в описании к этому ролику вы сможете найти реквизиты 79-й бригады. Там можно пожертвовать им на дроны. Очень-очень нужны они сейчас, да, они везде дроны нужны. Сейчас, конечно, что там, уже разрываешься и туда надо, и сюда надо, везде надо. Но, тем не менее, сейчас Байден, который остается президентом США, многие об этом забывают. Да, президент Соединенных Штатов, все еще Джозеф Байден. Так вот, он велел ускорить поставки оружия в Украину, там, на несколько миллиардов, даже десятков миллиардов долларов. Все то, что не было поставлено за весь год, собирается он это впихнуть в два ближайших месяца. Wall Street Journal, соответственно, пишет, что Вашингтон передаст Украине 500 ракет для ПВО, еще до того, как Дональд Трамп вернется во власть, точнее, да, вернется. Пентагон, согласно этому сообщению, направит Киеву более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и Nassoms. И боеприпасы уже в ближайшие недели поступят в Украину, по данным газетам. И ссылается она на высокопоставленных представителей администрации, то есть на кого-то из окружения Байдена. По словам источников другого издания, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца текущего года, то есть на ближайшие еще, получается, сколько, полтора месяца. Что будет дальше, посмотрим. Но 500 ракет, если их так экономно расходовать, то, в общем, довольно много. Должны помочь эти ракеты, по крайней мере, в защите критической инфраструктуры. Я боюсь и опасаюсь, что с началом холодов Россия начнет очень мощно обстреливать украинские теплоцентрали и электростанции. И так далее, попытаются заморозить Украину. Слава богу, в Украине зима не такая холодная, как в России. Кстати, про российскую зиму, что там началось, я, надеюсь, еще сумею рассказать. Сегодня успею, может быть. Так вот, в общем, оружие из США идет. Еще одно очень важное событие произошло. Это не столько оружие, оно, может быть, даже более важно, чем оружие. Байден принял решение отменить запрет на отправку американских подрядчиков для ремонта и обслуживания военной техники в Украине. То есть, соответственно, в Украину приедут люди, которые будут ремонтировать и обслуживать истребители F-16 и систему ПВО Патриот. На самом деле, оборудование очень сложное, как вы понимаете, любой самолет сложное оборудование. Что такое Патриот? Это ракеты, ракетная техника тоже, естественно, очень сложное в обслуживании. С ракетами всегда все непросто. Плюс это радары, плюс это какие-то электроника самая разная. В общем, нужны специалисты по этому всему. Конечно, специалистов подготовить так быстро по щелчку пальцев не получится в Украине. Поэтому очень-очень хорошо, очень важно, что приедут эти люди и будут ремонтировать технику здесь, в Украине. При этом я думаю, я надеюсь на то, что они смогут передавать таким образом знания своим украинским коллегам, которые будут следить за тем, ну, наблюдать просто за тем, как работают американцы, и набираться опыта в этой сфере, и на каком-то этапе уже помощь американцев в данной сфере будет не так сильно необходима, как сейчас. То есть, с любой стороны, это прекрасное решение. Вообще говоря, оперативное техническое обслуживание военной техники – это очень важная история. Это чуть ли не более важная история, чем само применение этой техники. И специалисты, инженеры и механики техники – это, на мой взгляд, ничего не менее важные люди, чем солдаты, пилоты и операторы систем ПВО. Возможно, они даже более ценные, причем потому что их тяжелее найти, их тяжелее подготовить, обучить и так далее. То есть, ура, 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 что наконец-то такие люди в Украину приедут. Это суперхорошая новость, просто идеально. Однако пока не ясно, издание опять же добавляет, что сохранится ли эта политика после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Трамп может это дело отменить, конечно же, будучи новым президентом, и опять ввести запрет на участие американских подрядчиков, по сути дела, в войне. Однако, я думаю, запрет сохранится. Знаете почему? Потому что Трамп любит торговаться. Он любит, как я говорил, заключать соглашения всякие. Любит «ты мне, я тебе», вот эта транзакционная всякая фигня. И я думаю, он будет давить на Владимира Зеленского угрозой отозвать подрядчиков этих. То есть, у него появятся козыри для переговоров с Зеленским, когда эти подрядчики будут уже в Украине. И у него появятся козыри в переговорах с Путиным. Потому что он скажет, ага, вот смотри, Путин, если ты сделаешь что-то и то-то, я этих людей отзову в Америку. А если ты не сделаешь, то не отзову, и они будут продолжать ремонтировать украинские F-16, украинские патриоты. То есть, я думаю, Трамп так просто их не отзовет, а если отзовет, то лишь в обмен на что-то такое выгодное для себя. Но это еще не все. Смотрите, Франция и Великобритания сейчас стремятся убедить Джонсера Байдена разрешить длиннобойные удары по территории России, по военным объектам на территории России. Еще до того, как Дональд Трамп вернется во власть. Макрон, Эммануэль Макрон, французский президент, премьер-министр Великобритании Кир Стормер вместе собираются убедить Джо Байдена. Разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow, совместного франко-английского производства, по военным объектам на территории России. Еще собираются они это до того, как Байден покинет Белый дом. Почему нужно такое разрешение? Я сказал, ракеты делают изготовлены со Францией и Великобританией совместно, но внутри этих ракет очень много американских компонентов. Американцы говорят, покуда компоненты наши там есть, мы эти ракеты не даем вам права распоряжаться полностью по вашему усмотрению. Мы разрешаем бить этими ракетами только по оккупированной территории Украины. В Россию нельзя. Если хотите бить по российской территории, выковыривайте оттуда наши компоненты, вставляйте какие-то свои и вперед. Но сделать это по техническим причинам невозможно. Поэтому остается лишь только уламывать Байдена, чтобы он разрешил использовать эти ракеты для ударов по территории РФ. Ну и французы с британцами считают, что Байден все-таки даст нам такое согласие, поскольку хочет сохранить свое политическое наследие. И он не хочет, чтобы Украина проиграла войну. То есть они считают, что Байден ради того, чтобы остаться в истории человеком, который, ну если не победил Путин, то хотя бы сильно испортил ему жизнь, то Байден может дать разрешение на подобного рода помощь Украине. И в ближайшие дни, видимо, этот вопрос будет решен так или иначе. Посмотрим. Потому что, с одной стороны, у Байдена много времени нет, у него осталось во власти всего лишь полтора месяца. С другой стороны, в Украине помощь очень сильно нужна. И Трамп может эту помощь резко сократить, мы все это понимаем, потому что у Трампа неизвестно, что в голове. Он, с одной стороны, может нарастить эту помощь, с другой стороны, может ее обрезать полностью. Я думаю, Байден сейчас очень хочет, ну логично было бы, если бы он очень хотел как-то помочь Украине. Дальше. Тем временем, кстати, проблемы возникают между Украиной и Великобританией. По данным издания Guardian, тяжелые, непростые отношения сложились между украинским и британским руководством после смены власти в Великобритании минувшим летом. Лейбористы менее настроены на помощь Украине, менее настроены на сотрудничество с Украиной. И новый премьер-министр Великобритании, этот самый Стармер, так и не приехал в Киев. И, как пишет газета Guardian, высокопоставленные украинские чиновники выражают недовольство тем, что Британия не поставляет дополнительные дальнобойные ракеты, вот те самые Storm Shadow. То есть я думаю, что Стармер, премьер-министр Великобритании, хочет сначала добиться от США разрешения на применение этих ракет по территории России, а потом уже эти ракеты поставить. Я думаю, скорее всего так. Он не хочет единоличную ответственность нести за то, что произойдет дальше, поэтому он хочет, чтобы получить подпись Байдена под разрешающим документом. Ну и Киев, как пишет Guardian, разочарован тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер до сих пор не посетил Украину, хотя вступление в должность прошло уже 4 месяца. При этом в Украине не видят смысла в возможном визите Стармера, внимание, если вместе с Стармером не приедут в Украину ракеты Storm Shadow. То есть если он с пустыми руками приедет, то нафига тебе, то нечего ехать. Они даже сказали, что нам такие туристы тут не нужны. В общем, по данным Guardian, естественно, это не я придумал. Украина сейчас получается так, смотрит на Стармера, Стармер смотрит на Байдена, а Байден уже, видимо, куда-то в бесконечность смотрит. Ну, на самом деле, конечно, было бы очень хорошо, чтобы к нему на какое-то время вернулось просветление разума, рассудка, и он отправил бы в Украину как можно больше оружия. Правда, я бы особо на это сейчас уже не надеялся. Почему? Потому что Байден, ну, совсем уж плохой стал. То есть, с одной стороны, он, конечно, заботится о своем наследии, с другой стороны, я уже даже не уверен в том, что он способен хоть о чем-то заботиться, потому что, ну, старенький он. И поражение его кандидатши Камала Харрис на его вице-президентши на выборах его, конечно, доканала. Байден вообще не появляется на людях, даже уже спрашивают, живой он, не живой, куда он подевался, неизвестно куда он. Дальше, к вопросу о мирном плане Дональда Трампа и о реализации этого самого мирного плана. Главная торговля, конечно, будет идти в этом плане, на мой взгляд, не вокруг территории, не вокруг того, кто чего получит и на какой срок получит. Нет, главное будет торговлей вестись вокруг санкций. Дело в том, что экономика российская разваливается просто на глазах. Если не отменить санкции, введенные против РФ, то спасти эту экономику будет невозможно. Россия проиграет войну просто из-за полного коллапса своей экономики, своих возможностей промышленных. В этом смысле, я думаю, очень-очень важно, чтобы, прям супер важно, чтобы в любом перемирии было записано, что санкции снимут только в обмен на возвращение украинских территорий. Если Путин так сильно хочет контролировать эти территории, пожалуйста, контролирую пока живой. Но только вместе с санкциями. Можешь захапать территорий вместе с санкциями. Если не хочешь и санкций, то и территорию тоже просто отдавай. То есть нормальная мотивация уйти будет для Путина снятие этих санкций. Трамп говорил, что санкции в принципе ему не нравятся, как инструмент, что он их не любит. Поэтому можно представить ситуацию, при которой будут отменены санкции против России при Трампе. К сожалению, это правда. Надо реалистично смотреть на вещи. Но в общем, я думаю, Трампу нужно, наверное, даже можно убедить, что за отмену санкций он может получить от Путина практически все, что угодно. Потому что санкции это самый главный его козырь в руках Трампа, собственно, в руках США. И просто так этот козырь отдавать нельзя. Надо его обменять на что-то невероятно ценное. Впрочем, санкции есть и европейские. И тут в этом смысле появилась одна важнейшая новость. Европа, цитата, готовит систематическое санкционное преследование, конец цитата, от теневого флота Владимира Путина. Суть новости в том, что в Евросоюзе сейчас решили, так сказать, подкрутить гаечки в плане соблюдения России именно санкций в смысле нефтяных. То есть ценового потолка. Вы помните, Европа ввела ценовый потолок в 60 долларов, и не дороже, нефть должна продаваться. Но Россия этот ценовой потолок обходит с помощью использования так называемых серых танкеров. Танкеров, купленных где-то там, за непонятно какие деньги, оформленных непонятно на кого. Эти танкеры почти без страховок возят российскую нефть в Индию и в Китай, таким образом пополняя российский бюджет. И при этом ценовой потолок не соблюдается. Так вот, в новом году, сообщается, могут быть ужесточены требования к проходу таких вот танкеров через европейские воды. То есть через проливы. Там же как эти танкеры идут в Суэцкий канал, в Атлантический океан, они идут либо через датские проливы, то есть через территориальные воды Дании, либо они идут через греческие территориальные воды в Средиземном море. То есть так или иначе они проходят через воды Европейского Союза. Соответственно, европейцы хотят сделать так, чтобы через эти воды могли ходить только те танкеры, которые застрахованы соответствующим образом от экологических аварий. А страховку дают только лондонские страховые компании. А лондонские страховые компании, так повелось они, они почему-то сидят все, так вот эти компании, они не работают с теми судовладельцами, с теми продавцами нефти, которые нарушают санкции над ценовой потолок. То есть, короче говоря, смысл в том, что скорее всего российским судам, этим танкерам с нефтью запретят проход или очень усложнят проход через европейские воды на мировые рынки, если эти танкеры и владельцы этих танкеров не будут соблюдать ценовой потолок. Короче говоря, очень-очень хорошая новость, если она будет реализована, вообще будет АТАСС, супер круто. Я, правда, думаю, что, конечно, сейчас россияне чуть-чуть придумают и это тоже фигню как-нибудь начнут обходить. На мой взгляд, надо сделать очень просто. Надо запретить вообще проход через европейские воды любым судам, которые идут в РФ или из РФ. Вот прошло какое-то судно по территориальным водам России, все, больше этому судну в европейские воды запрещено заходить, неважно под каким предлогом, нет и все. Вот если такой запрет будет введен и хотя бы продлится год один, российская экономика развалится. Кстати, сейчас в России Wall Street Journal пишет, что Россия собирается объединить компании Роснефть, Газпромнефть, Лукойл в единую национальную нефтяную компанию. По данным издания Wall Street Journal в Кремле обсуждают возможность объединения на-на-на в мега структуру. Речь идет о поглощении Роснефтью компания Лукойл и Газпромнефть. Об этом сообщает источник Wall Street Journal, даже не один, а несколько источников. Если сделка состоится, как пишет издание, она значительно, эта компания укрепит контроль Владимира Путина над мировыми энергетическими рынками, военной экономикой России. И объединенная структура сможет стать второй по объему производства нефти в мире после саудовской компании Aramco, добавив почти в три раза больше нефти, чем крупнейшая американская компания ExxonMobil. И это позволит России добиваться выгодных цен таких покупателей, как Индия, Китай. Короче говоря, как видите, Владимир Путин тоже готовится к возможным санкциям против своей нефтянки. И он собирается укрупнять нефтяные компании. И это на самом деле интересная история. Почему? Потому что, судя по всему, сжимается кормовая ба. Раньше было много компаний нефтяных в России, всем хватало нефти, все миллионеры, миллиардеры плодились как грибы, росли как грибы после дождя, точнее, правильнее сказать. Их все у них было хорошо и замечательно сейчас после введения международных санкций, тех или иных, хоть они там какие-то работают лучше, какие-то не работают, в любом случае денег в России меньше, меньше, меньше. И на эти деньги все больше желающих откусить. И вот Владимир Путин сказал, так все вон идите, я буду сам кусать, сделаю одну из сжимающегося этого пирога, я его себе сделаю один из трех маленьких пирожков и буду сам его жрать. Тут какая штука? Такое объединение, оно как бы для Путина, наверное, хорошо, но оно может привести к гражданской войне в российской элите. Почему? Потому что элита держалась за Владимира Путином, пока он гарантировал сохранность собственности этой элиты. Это очень важно. Вот эти все миллиарды должны остаться с точки зрения российской элиты. У этих миллиардеров не отдавать же их никому. Но Путин говорит, так, было ваше, стало наше, хочу я теперь сейчас быть царицей морской, чтобы вы у меня все были на посылках. Отъем нефтяных компаний это самый наглый гоп-стоп, какой может быть только в Российской Федерации. То есть все могут простить, но отъем нефтяных компаний не могут. Поэтому тут может произойти крушение всех отношений внутри российской элиты и привести к болезненным последствиям для этой самой элиты. Вплоть до раскола ее. Ну и об экономике, надеюсь, что-нибудь еще скажу. Очень я давно ждал новостей о начале кризиса на российском рынке недвижимости. Этот кризис должен был произойти просто из-за того, что российская система экономическая сейчас так устроена, что в ней постоянно надуваются какие-то странные пузыри и они лопаются. И вот одним из этих пузырей, собственно, и была недвижимость, сфера недвижимости. Но этот пузырь рос и рос, и раздувался и раздувался. И я думаю, блин, да что ж такое, неужели вот здесь не произойдет взрыв этого пузыря? Да как так? Произошел, ура! Кстати, пузырь очень похож на китайский. Помните, там в 21-м году была история с компанией Evergrande, которая тоже раздулась, раздулась и пых, лопнула. И за собой просто там как пошла цепная реакция, повзрывались почти все крупные нефтяные, извините, нефтяные строительные компании в Китае. Так вот, первое событие, которое нужно отметить, падение самолета. Самолет, так называется, крупнейшая строительная компания в Российской Федерации. Она оказалась сейчас на грани банкротства, ее владельцы распродают активы, акции самолета обрушились, спроса на ее продукцию нет. В общем, был вот этот самолет такой аналог российской компании, китайской компании Evergrande. То есть раздутая огромная компания, которая набрала огромное количество долгов для того, чтобы строить, строить, строить. Это компания, которая распродала безумное количество квартир, которые еще не построены, поэтому она должна еще всяким дольщикам. И вот эта компания раздулась и отменили, в России отменили льготную ипотеку. И тут же, то есть, как говорится, компания превратилась в тыкву. То есть, скорее всего, самолет этот рухнет, за ним попадают и остальные строительные компании. И опять начнется та же самая цепная реакция, которая была на китайском рынке. Я, в общем, уже, знаете, потираю свои лапки, жду, когда это все начнется. При этом уже начали дешеветь квартиры в российских новостройках после отмены льготной ипотеки. Начали снижаться цены на жилье в России. Кто-то скажет, хорошо, а на самом деле ничего хорошего для России. Почему? Потому что в квартиры вкладывалось огромное количество людей, которые видели в квартирах сохранность своих средств. То есть, что типа недвижимость никуда не убежит, ничего с ним не случится. И вот в Калининграде цены упали на 1%, в Сочи на 1,5%, в Петербурге на 1%, в Нижнем Новгороде на 0,5% и на 0,1% в Краснодаре. Девелоперы в Москве говорят, что тоже началось снижение цен на недвижимость в Москве в проектах эконом и комфорт класса. То есть, средний и нижний сегмент рынка. В бизнес-классе и в люксе цены сохраняются на прежнем уровне. Ну, понятно, у богатых людей денег еще до сих пор много в России. Понимаете, когда чуть-чуть цены падают, типа на 1%, с учетом инфляции, которая процентов 20, это означает, что цена жилья в России, ну, как бы квартиры в новостройках, падает на 20%, на 21%, извините. То есть, это уже кричит просто о том, что в России начинается мощный экономический кризис денег. Нет и не будет. Вот только-только вот эту подпорку убрали в виде льготной ипотеки и все нафиг посыпалось сразу же. Этот кризис будет, на мой взгляд, колоссальных масштабов. Вот все к нему идет, сейчас все складывается так, что будет просто ад кромешный там. И этот кризис, мне нравится название царь-кризис, потому что вот это вот такой кризис, который случится именно в Российской Федерации. Я думаю, он по всему фронту будет идти вот такой широкой волной и захватывать все на всем пути, уничтожать. Например, смотрите, знаете, забавная новость пришла из города Самара. Там из-за низких зарплат начались массовые увольнения полицейских. То есть, полицейские, которые получают около 40 тысяч рублей, это типа, сколько, 18 тысяч гривен, массово увольняются. И пишут, что не комплект в полиции, превышает 40%, все сотрудники в кредитах, денег ни на что не хватает, на-на-на-на-на, премии не будет. Почему в России, считай, как бы сейчас нет необходимости бороться с преступностью, потому что всех преступников все равно отпускают на войну. Поэтому нет ни морального удовлетворения полицейским от своей работы, то есть ты ловишь преступника, и его тут же отпускают. Ни материального, почему? Потому что это преступник, которого отпускают, он заключает контракт с Минобороны и получает в 10, а то в 20 раз больше, чем ты, честный мент, который ты там работаешь и трудишься. Ну и нафиг такую работу, рисковать жизнью еще надо, это все-таки полиция, там сопряженность с опасностью работы и так далее. Короче говоря, замглавы МВД Кубышко, фамилия интересная, пожаловался на огромный дефицит следователей, оперативников. В регионах, говорит, вместо 12 оперативников работают 4, вместо 8 исследователей 2, участковых из 40 человек осталось 6. Вот такая ситуация, огромный комплект, на-на-на-на-на. В общем, короче говоря, менты разбегаются, кто мог подумать, из России разбегаются менты из-за того, что у ментов нет денег. Удивительно. Ну и банковский кризис недалеко, почему? Потому что у России начались рекордные с пандемией проблемы с выплатами кредитов. Кредиты не выплачивают. Около 800 тысяч россиян вышли на просрочку по займам у банков. Общее количество неплательщиков достигло 6 миллионов человек. И рост просрочки наблюдается не только по кредиткам и по потребительским кредитам, но и по ипотеке. Ипотеки. Опять же, банки, банки. С сентября общий объем просрочки по ипотеке подскочил на 37%, то есть до суммы в 136 миллиардов рублей. Число займов, по которым клиенты банков перестали вовремя платить, достигло 52 тысяч. Короче, сыпется рынок и банковская вся эта фигня тоже летит коту под хвост. Ну и еще одна важная тема, не знаю, успели ли быстро сказать, в России началось замерзание. Сразу в нескольких городах, например, в Пятигорске, там газ взорвался, в Березняках, в городе Березняки, это, кстати, 150 тысяч человек. Нет, ни цвета, ни воды, ни газа, и единственная дорога, которая туда ведет, ее смыло там каким-то наводнением. И, в общем, город Березняки просто умирает при температуре минус 5 градусов. И город Звенигород тоже сам. И это еще зима даже не началась сегодня, у нас 12 ноября. То есть, я думаю, как бахнут морозы, там, не знаю, градусов 15-20, вот там веселуха начнется, и Россия реально начнет в полном составе замерзать. Почему? Потому что нет денег вообще на ремонт теплосетей и на ремонт чего бы то ни было коммунального хозяйства. Там все деньги ушли на войну. На этой оптимистической ноте с вами буду прощаться. Еще раз прошу вас, если есть возможность кинуться на дроны для 79-й десантной бригады, очень нужны дроны на Кураховском направлении. Реквизит, как обычно, внизу в описании к этому ролику. Ну, и если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До пребыва с вами силы. Пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут. Субтитры сделал DimaTorzok